Добрый день, Маградж. Очень рада, что вы здесь с нами в Чикаго. Спасибо за замечательное приезд. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо за такие замечательные семинары, которые проходят каждый день. И они реально помогают людям трансформироваться и увидеть, над чем дальше можно работать. И я тоже замечаю, что на семинарах люди присутствуют, и у многих повышается самооценка. Мне бы хотелось немножко более подробно на эту тему поговорить. Каждому человеку важно понимать себя лучше, ценит себя. И вот что такое самооценка и как вот можно как человеку ее удерживать на правильном таком положении, не уменьшать и не завышать. Это очень важно. Некоторые люди, у них очень низкая самооценка, у некоторых слишком высокая, они гордые. Что такое самооценка и как вообще, как с ней правильно работать. Ну да. Да, очень важно понять, что высокая самооценка не имеет ничего общего с чувством превосходства. То есть существует две крайности. Одна это чувство неполноценности, а другая чувство превосходства. И, как правило, они взаимосвязаны между собой, потому что человек, который чувствует собственную неполноценность, он пытается постоянно доказать другим, что он лучше и так далее, и так далее, и в результате он создает только еще больше проблем. Потому что, как известно, человек, который пытается себя как-то выставить, разрекламировать, он не впечатляет других. То, что впечатляет людей, это реальное качество, реальная целостность сознания. И исследователи говорят, что наиболее значимая часть самооценки это самоуважение. И наш основатель, основатель нашего движения в сознании Кришна, Шава Прабхупада, очень много говорил об этом, что такое самоуважение, потому что для того, чтобы вообще развиваться, было саморазвитие и самоуважение, необходимо, во-первых, понять, кто я. И в ведической литературе описано, что я — это духовная личность, духовная душа, частица Верховного Господа, частица Кришны, который является самой совершенной личностью. То есть вовне заложен потенциал полного совершенства. И очень важно следовать определённой дисциплине, которая развивает во мне вот это совершенство. То есть самоуважение приходит благодаря знаниям и дисциплине. Поэтому очень важно, во-первых, понимать цель. Всегда надо понимать цель, к чему мы идём. И есть один гениальный совершенно стих и в ведической литературе. Бхагаватам — это вторая песня. На санскрите он звучит следующим образом. Говорится, что любой человек может достичь высшего совершенства, самого высшего уровня совершенства, независимо от того, с какого уровня он начинает. Он может не иметь никаких корыстных желаний. Или у него может быть очень много корыстных желаний. Или же он может стремиться к освобождению от проблем. Но если этот человек развивает широкое сознание, в этом случае он может очень сосредоточенно заниматься практикой Бхакти-йоги. И именно эта практика приведёт его к совершенству. Что значит широкое сознание? Широкое сознание обозначает понимание других людей так же, как себя. Вот с этого начинается духовное развитие. Понимание того, что случайно ничего не происходит. Всё происходит по воле высших сил Бога. Или как угодно можно это понимать. Так или иначе, мы понимаем, что не мы всё контролируем. Если бы мы всё контролировали, у нас бы не было проблемы. Но однозначно, что есть силы, которые всё контролируют. И принять эту высшую волю. То есть, как я-то сейчас так же понимаю, слушая вас, не знаю, как слушаю, как понимают наши зрители, я сейчас услышала, что очень важно принять себя, принять свою жизнь и так же принять других. In a way? Да, совершенно верно. И если мы принимаем, то автоматически мы избавляемся от претензий ко всем и ко всему. То есть, что из себя представляет человек с высокой самооценкой? Он жизнерадостен, он уверен в себе, он никогда не жалуется ни на что и на кого, ни на кого. Он не говорит о проблемах, он говорит о том, что есть процесс, есть какие-то возможности, есть определенные препятствия, которые над преодолением которых я работаю. Это человек с высокой самооценкой. А человек с низкой самооценкой, он постоянно жалуется, он постоянно чем-то недоволен, ходит угрюмый и так далее, и так далее. То есть, почему это происходит? Потому что человек сосредоточен только на себе, на своих интересах, на своих потребностях. То есть, наверное, вот есть стих Балкова-Дгитса, где Господь говорит, что счастье и несчастье приходят и уходят, подобно приходу и уходу зимы и лета. И мудрый человек должен научиться переносить их так, чтобы это не тревожило его. То есть, это также как бы связано то, о чем он говорит, с реальной практикой этого принципа. И самая лучшая практика, ментальная дисциплина, как выйти из двойственности, хорошего и плохого, это научиться видеть плохое в хорошем и хорошее в плохом. Тогда хорошее и плохое уходят, и остается смысл. То есть, научиться видеть плохое в хорошем и хорошее в плохом. То есть, всегда нужно понимать, что что с нами не происходило, есть в этом часть хорошего и часть плохого ухода всегда. Да. Есть одна мудрая пословица русская. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». И вот это первая хорошая медитация. Потому что в нашей жизни мы можем вспомнить о том, как многие блага мы получили благодаря тому, что происходили какие-то нежеланные события. И это постоянно так происходит. В результате любых проблем мы обретаем нечто очень ценное, что не обрели бы другими способами. Но у меня есть еще одна авторская пословица, которая, к сожалению, не так хорошо известна, но которая является такой граблей, на которую люди не просто наступают, на которую многие люди просто танцуют. И эта пословица «Не было бы несчастья, да счастье подвело». «Не было бы несчастья, да счастье подвело». Да. Многие люди именно из-за этого страдают. Каким образом? Потому что… Какой-то пример какой-то может быть. счастливый, там, на крыльях любви, куда-то бежит, поднял там голову к небу, любуясь облаками там и солнышком, и спотыкается и падает в канал куда-нибудь, да? Просто потому, что он не смотрел под ноги себе. Или когда всё хорошо, и человек расслабляется, и опять же как-то не… Бывает так, что человек работает на своей работе, и он уже привык, что это работа у него. Как-то так часто встречаешь таких людей, которые начинают жаловаться, что их уволили. Они работали 30 лет на этой работе, но они потом обижаются одним на увольнение. То есть это, как бы, проблема всего. А не проблема, что когда они работали, они были расслаблены и не думали, что это может случиться, нужно что-то ещё новое искать, для как-то над собой работать, развивать. Было комфортно, 30 лет зарплаты одинаково. И вот наступил момент, они не были к нему готовы, и вот это вот как-то весь мир проливается на саму ситуацию уволнения. Точно так же, как нас и из жизни уволят в один прекрасный момент, это смерть называется. И могут даже не предупредить заранее. Это может неожиданно произойти. Поэтому похоже, что человеку никогда нельзя будет просто расслаблено, расслабляться, да, то есть он не будет долго продолжаться. Сейчас кто-то этого не очень хочет. Безусловно. То есть наслаждения как таковые всегда ведут к страданиям. Поэтому для духовной практики самое лучшее настроение – это настроение служения. И настроение служения, оно приносит самое высшее наслаждение, но оно безопасное. Ну вот, допустим, человек в семье, там дети, женщина, мать, может, даже хозяйка, у него трое детей, она должна заниматься детьми, готовить, убирать дома. Какое должно быть ее сознание, чтобы это было условием? Чтобы она действительно наслаждалась своей семейной жизнью, своими детьми, но чтобы это не было, не привело к какой-то проблеме? Ну, самый лучший вопрос – это, что я могу для тебя сделать? Это вопрос, который поддерживает настроение служения. Для тебя это для Бога? Или для семьи просто, для людей? И для семьи, но естественно, что и то, и другое надо научиться сочетать, потому что если человек хочет что-то, что для него не принесет пользу, то явно мы не должны потакать этим еще. То есть одновременно польза внешняя должна сочетаться с духовной пользой. То есть все должно быть очень гармонично, холистически. То есть если мать просто счастлива тем, что он надо делать счастливыми членом своей семьи, это достаточно, да, это настроение служения? Ну, естественно, что семья должна духовно развиваться, иначе все это временно, так называемое счастье и благо, все это можно потерять в любой момент, и что тогда останется? А как духовно развиваться должна семья? Есть хорошее английское пословице «the family which prays together stays together», то есть духовная практика должна быть совместной в семье. Совместные молитвы или совместные обеды, ужины с молитвами? Ну, совместное обсуждение совещанных писаний. То есть очень много элементов духовной практики, желательно все это совместно совершить. Спасибо большое. Такая целая, большая тема. Ну, много есть духовных практик, поэтому это, видимо, для каждого будет пословно. Однозначно. Не важно, какой духовной практик исследует человек, но если он исследует ей серьезно, он будет провисировать. Спасибо. Давайте мы еще раз вернемся к теме самооценки. Что человек может делать каждый день, чтобы свою самооценку держать на хорошем уровне? Ну, есть очень интересные методики, которые рекомендуются, как, например, самое популярное, это смотреть на себя в зеркало и говорить «Я себя люблю, я себя люблю, я себя люблю». Но если человек ничего не делает такого, за что бы можно было себя любить, то есть, если он, ну, как бы, что если его жизнь, она расходится с, ну, как бы, универсальными ценностями, то есть, внутри каждый человек знает, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно, что неправильно. если человек делает вещи, за которые он себя ненавидит, он не может говорить «я себя люблю» и на самом деле поверить себе. То есть, человек должен действовать достойным образом, и тогда самооценка, она будет естественным образом повышаться. «Ты смотря в зеркало, человек должен подумать, что бы я такое сегодня сделал, что я себя сильнее еще полюбила». Да, конечно. Да, спасибо большое. Замечательные такие ответы, на которые еще нужно подумать, прослушать их, начать их практиковать. Спасибо. Спасибо большое. Может быть, еще только последний вопрос, не относящийся, и может, относящийся к нашей теме. Какой это ваш самый любимый стих, который вы любите цитировать или читать из Священного Писания? Трудно назвать какой-то один любимый стих. У меня их достаточно много, наверное, потому что даже мое имя подразумевает большую любовь к стихам из Священных Писаний. Например, Бхакчара Саяна также переводится, как «Стихи, прославляющие Кришну». Это последняя глава Бритада Бхагаватамри, это знаменитого произведения. Но одно из, один из стихов, который я, ну, по крайней мере, чаще всего вспоминаю во время медитации, во время повторения Харе Кришну Махамантры, это одна из молитв царицы Кунти, «По имя Нанне, Вишая Матир, Матусат, Патесакрыт, Ратиму, Двагатат, Адхагангей, Двагатангей». В этом стихе говорится «О Господь Матху точно так же, как ганга беспрерывно течет к океану, не зная преград, пусть мое сознание будет постоянно направлено на тебя, не отвлекаясь ни на кого и ни на что другое». Вау, спасибо большое. Я надеюсь, что мы сможем это услышать и запомнить и думать об этом в течение всего дня. Я попробую это сделать. Спасибо большое. Спасибо большое за нашу встречу, за ваш приезд. Спасибо Майку Мелихов за радиопередачу и за то, что мы сегодня вместе с вами в вашем замечательном центре Сангельца. Спасибо, Майку. Сангельца.